Продолжение следует... 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 А у нас таинство, это таинство, одно из семи таинств. Подходи, кто хочет с улицы, просто так, заходи и все, подходи. Не только к этому, видите, как стало, даже к причастию. Абсолютно может любой причаститься сегодня, любое. Но я не говорю, что во всех храмах. Но в большинстве это так, что может причаститься любой, кто только пожелает. В 88 году, когда праздновали тысячелетие Крещения Руси, я лично слышал по радио такое, значит. Ну, вот знаете, бывает так, что корреспонденту газет или радио дают какое-то задание, послушание. Вот ты должен пробыть где-то официантом в ресторане или в гостинице горничной поработать, чтобы потом описать это все. И корреспонденту дали задание, чтобы описал он Крещение, как проходит в храме Крещение, чтобы он сам в этом поучаствовал. И он это потом сообщает, что он исполнил задание редакции, пришел в собор, ну, как положено, заплатил 5 рублей, тогда было. И описывает, как стали там это поставили и в круг. Батюшка что-то говорил, говорил, говорит, про себя там это. Потом у нас что-то это, потом голову мне помочили. Здесь, говорит, еще ребятишки было, много детей кричали. Ну, и наконец сказал, ну, все, идите. Я, говорит, не понял, что это было. И такое, говорит, у меня тягостное впечатление, говорит, об этом, говорит, осталось. И говорит, что это такое. Вот он рассказывает о том, как прошло Крещение. Ну, я-то знаю, где это было, и, может быть, даже кто из священников это крестил. Потому что он повернулся так, и он сам себе отрекаешься, 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 соединяясь, сочетавшись, так-то, сам он себе священник все сказал, а люди стоят там. Там это все. То есть даже к окрещению, к любому таинству можно свободно подойти. Вот так вот можно все было искать. Так и с соборованием. Такого никогда не было, чтобы общее соборование, там и люди приходили все с улицы, кто желает это, тот мог и участвовать в этом таинстве. Да таинство ли там или совершается. Как говорит Кирилл Иерусалимский в одной из бесед. Если даже, говорит, и все правильно совершалось, но приходящий к окрещению был далек от сознания того, что над ним совершается, то есть, ну, не подготовлен к этому человек, то, говорит, оно, говорит, может быть, таинство, то оно действительно на небе совершено, а здесь-то ничего, говорит, не было, здесь стояли люди, говорит, только и всего. Таинство не уничтожилось от этого, но оно, говорит, никакого благодатного действия на того человека не оказало, пустое, то есть было все это. Главное что? Вера должна быть. Вера. А если нет веры, то кто будет веровать, тот спасется. Как спасется? То есть, он если верует, то он будет исполнять заповеди Господни, стремится исполнить каноны церковные, тогда человек спасется, а не просто веровать. И бесы веруют, но они трепещут. Вот. А веровать, поистине веровать, тогда человек спасется. Мы часто читаем Евангелие слова, а в самую их истину не вникаем. Прочитали? Кто будет веровать, спасется. О, все, я верую, что Бог есть. Значит, я спасусь. Нет. Веровать. Блаженный, говорит, чрево, которое носившее тебя, одна из женщин из толпы, выкрепла. А Господь говорит, блаженный, слышащее Слово Божие и исполняющее Его, а по-славянски хранящее Его. То есть, где-то так, в глубине, сердце хранящее Его, чтобы как бы не потерять, как бы не нарушить Слово Божие где-то. Вот тогда что-то будет. А так, нет, нет. Ну, пришел к соборованию, вернемся еще, что пришел человек, если нет ничего в него, только одно, дай мне здоровье. А для чего здоровье? Ну, ясно, что не для совершения благих дел, а чтобы брать от жизни все, что можно взять. Это сегодня такой лозунг в мире. Да бери, говорит, от жизни все, что можно взять. Ну, а имеется, конечно, самое, что есть, пошлое и прочее, можно взять. В этом считают, что это самое то, что можно от жизни взять. Больше попить, курить, там, женщины, девушки, это считается от жизни взять. Можно все. Это неправильное отношение к таинствам совсем. Поэтому я никому не благословляю, где-то участвовать. Придет Великий пост, будет. Тогда, кто болящий, мы сделаем это здесь, для своих. В храме сделаем обязательно. Я не так давно был в соборах болящих. Вот, Александру Ивановну, там еще были трое, значит, четыре человека, сейчас или в соборах. Это люди, я знаю, наши, которые исповедуются, причащаются, верующие. Вот, на диме было совершено соборами. Поэтому пусть они не торопятся. Ходят, здорово приходят. Пусть благодарят Бога, что Господь хранит и дает им здравие еще. Вот. Еще какие вопросы? Нет никаких ко мне больше вопросов? Благодарил за наставление. Спасибо Христову, датчику. Ну, все. Тогда. Кафедра вам. Благодарю. Кафедра ненадолго у меня. Братья и сестры, я хочу сказать, что сегодня шел и наблюдал, как наши пожилые сестры идут в храм. Темно, скользко. Рано надо было встать, набираться сюда. То есть, явная, вот как бы, жертва приносится. Но это жертва, угодная Богу и этому человеку, который совершает ее. То есть, во спасение свое. Господь, Господь, Господь видит, ангел-хранитель видит и меряет эти шаги, эти шаги к храму святому, где совершается, где совершается таинство, где находится, как говорил Иоанн Златоуст, что это осколок неба на земле. Так вот, просто я хочу сказать благодарение, слова благодарения тем, кто преодолевает эти все препятствия и приходит сюда на службу. Радостно видеть сегодня тех, кто отсутствовали в прошлое воскресенье. Вот, брат Игорь, здесь у нас теперь с нами Галина, сестра Галина здесь, но она в прошлое воскресенье тоже была. Валерий вернулся из своей поездки к матери. Но хочу сказать слова сокрушения моего сердечного и просьбу высказать свое о своем сыне, который уже вот несколько воскресенья подряд, нет его на службе, работа. Ну, я ему уже говорил о том, что то, что заработаешь в эти дни, оно пойдет прахом, потому что ты пренебрег Господом, который дает тебе здравие, чтобы ты мог работать и зарабатывать эти деньги. Так что помолитесь о нем, чтобы Господь его вразумил и наставил на путь истинный. Вот, ну, а болящих, кто у нас болящий? Александра Ивановна, как себя там? Что можно о ней сказать? Да помоленечко. Помоленечко. Ну, слава Богу. Поклон ей передавайте, мы о ней молимся, помним, чтобы Господь ей дал силы перенести это испытание. Может быть, последнее испытание в этом земном пути. Брат Игорь, может, нам расскажет, как он путешествовал, что, какие общения имел в городе родном. Ну, вот в этот раз поездка моя была, просто родителям надо было помочь, у них там ремонт в доме, давно не делался. Сестра там развелась с мужем, толкаш там оказался тайный. В общем, тайно очень много чего делается, беззаконие. И потом мы только спохватываемся, когда узнаем. А до этого у нас, мы как говорим, ну, как Бог дал. А что Бог дал? Бог все дал. Надо веровать просто и все, и смотреть в корень, зреть. То есть, Слово Божие. Не знаем Слово Божие, не смотрим туда, и с людьми не знакомимся такими, которые знают Слово Божие. А если познакомились с ними, то... А что-то он строгий, а что-то злой. Начинаем вокруг да около ходить на него, смотреть волком, как Ленин на буржуазии. Досмотрелися. Ну, ладно, это мелочи, приехал я делать. Ну, а там же храм, и мама все. Вот, хожу в храм. Там вот батюшка опять новый, уже не пьющий. Батюшки меняются. В московской патриоте и храм всех скорбящих. Ну, в общем, храм хороший. Только что его еще подать делали. Село, деревня Бугачева. А деревня Бугачева, это не деревня, а как наша солнечная поляна, только еще больше. Прямо там от Красноярска один километр всего отделяют уже от домов. И то отделено плотиной там, ясно. Уже скоро город будет. Так еще хитрят, что там автобусы не пускают. Доехать ни на чем нельзя. Ну, заперся я в это. Ну, думаю, ладно, надо идти же молиться. Пошел в субботу. Вижу, батька борода колбаской. Усы попурщуны такие, подстрижены пеньками. Молодой. Ну, службу отвел быстро. Молодец, мне понравилось. Раз-раз, все взятки гладкие. Хорошо, по-нашему так. Ну, проповеди, конечно, не было. Думаю, как бы поговорить. Молюсь. Уже не лезу никуда. Думаю, сейчас полезешь что-нибудь. Опять зарубежное начнется. Дождался я все-таки своего часа. Мама говорит, он у нас сколько? Где-то месяца восемь всего. За восемь месяцев не оставался ни разу. Здесь соблаговолил Господь. Остался он. Ну, ему уже там все сестры. Батюшка, да останьтесь. И вот и чайку попьем, там и бутербродики, там и печенюшки, там и пирожные, пирожки все нанесли. Ну, не знаю уж, остаться, не остаться. У меня еще там три прихода. И там у меня надо ехать, и там требы, и там все. Ну, ладно, останусь. Я думаю, ну, слава тебе, Господи. Сейчас начнем. Ну, он поел. Я уж все выдержал. То мама потом скажет, набросился на священника. Все выдержал. Говорю, батюшка, как же так? Вот у нас торговля в храме. А он семинарию только что заканчивается. Четвертый курс. Осталось чуть-чуть, он уже экзамены сдает. Он вижу так, раз, сразу не вон он в глазу. И такой. А где у нас торговля? У нас торговли нету. Ну, то есть та лавка, которая там, и все, что там расписано, это не торговля, оказывается. Я говорю, а как же там вот ценники? Да вы что, это же добровольные пожертвования. За все? За все. Ну, просто так установили, что человек скромный же, любой, кто зайдет в церковь, он сразу скромный. И он что будет говорить, подойдет там книга или свечка, сколько стоит. Ну, что ему зря язык трепать. Сразу мы писали, добровольное пожертвование, 50 рублей свечка. Все. Книжка 280. Вот это вот тысяча. Это паникадило полторы. Что тут непонятно. Добровольно пожертвовал, взял его и пошел. Думаю, вот это научили их отбиваться. Ни с какой стороны ты не подберешься. Я уж там как бы запоздал, говорю, а вот каноны же говорят, что... Какие каноны, сынок? Понятно. Это ж давно было, каноны-то. Думаю, молодцы сейчас священники. Ты что хочешь, делай. Ничего не надо. Сынку-то сколько лет? Ну да. Ему 32 священника. Ну да, он как бы уже вышел из этого возраста. Но священникам-то он давно, надо полагать. Сейчас только семинарию заканчивают. Но не в этом дело. Отбился от всех вопросов. Все, все благословил. Все у него хорошо. Ничего ему не надо. Начали говорить о свечах. Я говорю, о свечах, продажи, там все это нечистое. Вообще ничего не надо. Кто, говорит, там... Когда говорил, я говорю, Христос же гнал продающих. Да что он там гнал? За что он гнал? Он гнал-то за валов. А валов никогда в жертву не приносили, говорит. Я говорю, так там же Соломон приносил сотнями тысяч. Ну ты что, Слово Божие что ли знаешь хорошо? О, нет, так не надо. Слово Божие можно читать в пост еще, почитать. Можно его немножко. А так-то что? Я и так тебе читаю. Ты слушай, что говорят. Проповедь говорит, там сестры, говорит, начали создавать общину. Ну, благословили их, чтобы они за больными ухаживали. Начали ухаживать. А сами им начали проповедовать. И до такого допроповедовались, что там начались какие-то бунты в больницу среди больных. Начали разбираться. И говорим им, мы же ухаживать благословили вас, а вы им проповедуете. Я говорю, потом отец, а проповедовали-то они, о чем проповедовали? Что так, прещения такие страшные на сестер. Разогнали это общество все их. И за больными ухаживать не надо. Но они начали проповедовать, да не то, о чем они проповедовали. Колдовство начали проповедовать. Я говорю, так может быть сначала надо было сестер взять, собрать, да научить. О чем говорить? Да когда нам? Я сейчас-то остался еле-еле. Все, сейчас бежать надо быстро. У меня же там требуется. Закончилось это все. Убежал батька. И на следующее воскресенье я поехал. Там раньше был дом, куда я приезжал в 2003 году. Церковь была, ну зарубежная. Там был Александр Лузин такой. Который вообще, Слово Божие, не принимал. И там остались вот братья, которые за этим домом доходили. Вот там женщина была благочестивая, Анна. Очень уж она хотела, чтобы в ее доме была церковь. Ну дом такой чуть поменьше, чем наш. Большой дом. И освященный алтарь там все. Вот так и остался. И вот двое, это Татьяна и Николай, они сюда приезжали. Они так и доходили этот дом. И очень хотели, чтобы был там все-таки священник. Но священник не московской патриархии. А чтобы болел душой. Ну и попадалось несколько им после Лузина. Еще трое. И в частности, последний из них вообще сказал, чтобы с нами. Они никак не знались. Потому что у нас тут раскол из расколов. Ереси из ересей. И Игнатий Лапкин, это последний, в общем, отщепенец среди еретиков. И они там испугались этого прещения страшного. И перестали общаться. Ну перестали общаться и вообще ничего не говорили. Ну а там священник сменился оказалось. Этот куда-то канул в лету. А какими-то путями, я не знаю, туда приехал вот отец Константин. Он был на Урале раньше. Рядом с Желтухиным Александром служил. Они были друзьями с ним. А в 2002 году он каким-то странным образом перешел к нам под юрисдикцию епископа Евтихия. В Вершимскую Сибирскую епархию. И они с батюшкой там встречались где-то. А когда началось все это объединение в 2007 году, то епископ Тихон, пасечник фамилия его, он в Омске. И там еще два епископа. Они отделились сразу и образовали свою епархию. Назвали ее, вот сейчас он епископ Томский и всея Сибири. Вот так вот называется она. И у них от Дальнего Востока и до Самары, за Урал. У них там эти епархии, ну он сказал сколько, 13 что ли или 14 небольших общин. Самая большая это вот у него отца Константина. Где-то недалеко от братьев наших там под Екатеринбургом, город какой-то, там у него 40 человек. Но так как храм здесь есть уже, освященный алтарь, то его епископ благословил и он сюда приехал. Ну в общем за всю свою жизнь уже 19 лет я как уверовал истинно, я впервые встретил батюшку кроме нашего и отца Павла, который знал бы священное писание, любил его, проповедовал по нему и принимал все, что принимается, вот нами принимается. Ну то есть это было конечно для меня открытие неожиданности, потому что он такой объемный немного, ну такой батька он уже укоренившийся, 22 года. Сейчас они друзья с отцом Павлом, отец Павел тоже оказывается в этой же епархии. У него в камне два прихода там, в деревне и в самом камне. Да, он сейчас служит. Под юрисдикцией вот этого самого Тихона Омского, всея Сибирь. С какого времени? Ну уже несколько лет, это точно. Который рыбал? Да, который отец Павел, который рыбарь приезжал. Ермоленко. Ермоленко, да. Как, что там, и они сейчас с ним дружат, ну с отцом Константином. Ну в общем-то надо сказать, что они даже и похожи, ну конечно стиль ведения проповеди другой, отец Павел там любит больше о снах разговаривать, а этот отец Константин очень хорошо знает священное писание, историю церкви, ну и он очень уважает Игнатия Тихоныча, батюшку, он вообще батюшка, за него заступался как-то раз. Его епископ Евтихий хотел убрать со служения, ну там клевета какая-то поступила, но он не проверив ее сказал, что там есть. Он хотел из юрисдикции вот епископа Евтихия перейти куда-то и вроде уже подал прошение, он говорит, ни сном ни духом, ну кто-то там козни эти делает, потому что он такой, видать, неудобный отец, он сразу вопросы прямо ставит, задает их, ну он такой, видно, и есть прямой. И конечно такие люди нигде неудобны, но в общем, он как-то совпали мы с ним в вопросах этих. Было я четыре раза у него, беседовали подолгу, он говорит, я службу не провожу, если служба, ну нету людей, зачем мне литургии эти. Ну стали, помолились, обедницу совершили, садимся за стол. О проповеди он говорит, интересно, он берет наше толкование, блаженного фефилакта у него лежит, он его берет, с алтаря выносит, открывает и начинает читать. Он прочитает, с комментариями совсем подряд, трехтомник наш, но он очень, как говорится, беден, как церковная мышь, потому что эти переезды все, детей у него четверо, двое взрослых уже, слава богу, отделились, и две девчонки, он сейчас их дохаживает, они там уже взрослеют, одной 14, другой 12. Ну тоже это все, матушка, хорошая матушка такая тоже, работящая, постоянно в работе, то есть и он там сторожем работает, матушка полы моет, ну переехали только вот они, полгода как туда, ну становление общины как бы идет, и он всегда занимается Словом Божьим, то есть вот это мне очень понравилось, и все наши, вот к истинному православию, у него настольная книга, она у него прямо на алтаре там лежит, к истинному православию, ну то есть, я когда все это увидел, конечно, сначала расположился, так, ну а потом, когда побеседовали, то ну я понял, что, ну тут уже, как говорится, если есть где-то еще священники, то ну вот это один из них, просто, ну хорошо, что он, конечно, не московской патриархии, он, говорит, никогда туда собирался, не хотел переходить, как только вот началось объединение, имел несколько бесед с Евтихием нашим, ну и он много мне что рассказывал, я думаю, наверное, я вам не буду это рассказывать, не полезно, батюшка нам это не говорит, а это вся, вся вот эта кулисная возня, которая была, и епископ наш, он не в лучшем свете выглядит, да вы это и знаете, там самые мягкие слова по отношению к нашему митрополиту и Евтихию, это предатели, ну это и понятно всем, то есть вот так руку наложили, десницу, и вот так вот пихнули просто, а теперь плывите как хотите, ну максимум это мать Моисея, ну посадили нас в корзинку и пустили по водам мила, будем ждать, когда принцесса вытащит нас, какая это будет принцесса, ну должна быть благочестивая, конечно, которая доведет нас куда-то, ну вопрос, как у них там каноническое распределение, это между московской патриархией и вот это, у кого, как понятно, но это епархия, она не никак, ну как они, раскольники, еретики, все понятно, о чем речь-то идет, но у них, если ясно такие священники, как отец Павел, крещение только троекратно после катехизации, катехизация тоже не так, что там пришел, рассказал, он сразу достает Талмуд, там двое пришли покреститься, он достает сразу наш Талмуд, трехтомник, ну вот начнем, говорит, катехизацию, люди сначала не поняли, ну как у отца Павла было, помните, они приехали к нему крестить, он говорит, ладно, давайте, надо Евангелие, чтобы было, сбегали, купили Евангелие, принесли ему, показывают, вот Евангелие, он, ну а теперь, говорит, давайте сядем, начнем читать его и разбирать, ты что, говорит, попа, полоумел, что ли, нам креститься надо, мы что, читать сюда приехали, ты не понял, он еще им объясняет, а другой кричит, пошел он, и матом, по короче делаю, ну вот вы объясняете, я слушал, слушал, думаю, вытерплю, ну никто не знает Константина Красневая, так подробно все рассказывать, столько времени затрачивайте на это, никто себе слушает, время только томите людей, ну поближе, что полезное говорить, это ну не басни рассказывайте какие, это что-то, даже бы так вот, я думаю, что на занятия всегда остаются 5-10 человек, а вы пока расскажете, ты рассказал, где был другой рассказал, а я был том, кто-то видел, все кончилось, Игнать Тихонович сказал, что в интернете видел, все, потом на занятии остаются 5-10 человек, а вот сегодня считал апостольское чтение, о чем было? кто знает? да ни один никто не знает, о чем было-то, а вот это взяли, вот это толкование, разъяснили, о чем сегодня было, больше было бы их пользы, ну ты рассказал про Константина, как он, есть кто он был, у всех это что? ну я его знаю, ты мне сказал, я его знаю, я представляю, что вспомнил, кто он, ну а даже с ними не знают, и вы время тратите просто, все, да, все, значит так, вот в связи с этим я предлагаю, вот у него там вот эти, ну как бы он оторван от жизни далеко, этот батки, надо его приобщить, особенно к интернету, он не понимает, что такое интернет, вот эта фотография, это максимум, что есть в наших, вот эта фотография, он рассматривает, о как, вот это да, вот так, я говорю, так интернету, да какой интернет, кусок хлеба зарабатывает там 8 тысяч, и матушка там полы моет постоянно, там дети там и так далее, то есть и те такие же ходят, надо, то есть вот конкретно я говорю, чтобы не из пустого в порожнее, мы тут уже так жирком наросли, во двор выйдите, с утра посмотрите, надо помочь этому батке, прям взять ему компьютер какой-то там, хороший, нехороший, не знаю, туда довезти до него прям, я вам рассказываю, я говорю, я вот перед вами стою, Игорь Дыбунов, да, надо так сделать, и кто соображает, он, видите, предлагаю, прям съездить, и прям ему там установить, и показать, как вы хотите, все, пускай он сигнативно, чем общается, у нас будет священник, хороший священник, наш друг будет, настоящий, не в московскую патриархию будем ходить, причащаться, сумасшествие, а будем ездить, куда надо причащаться, и будем знать этих священников, хороших, настоящих, трудяк над душами человеческими, о чем мы думаем, непонятно, но это мое предложение, там сами смотрите, если хотите, свои, средства, потратить нормально, то надо работать над душами людей, приедет, он к нам приедет, Игоря командирует, вы что, похоронили меня, или что, о чем рассуждаете, ну, как говорится, все мы тут смертные, все смертные, и меня похороните, вот меня можете уже похоронить, понятно, батюшка, вы выше рамки, по 5 по 10 минут, да ясно, как только надо, так по 5 по 10, уже все не стомились, ну, потом кто-нибудь будет на занятия, все устали будут, так, ну, ладно, ясно, спасибо, Христос, брат, Аллилуйя, мы все разные, и Бог так взял, что мы все нужны друг другу, вчера на исповеди были, я впереди вижу, стоят сестры, там человек 15, и на кого не посмотрю, перед всеми я должник, все такое деятельное участие в моей жизни, в моей деятельности принимали, что я просто весь в долгах, как Павел говорит, ничем не будь я должны, кроме взаимной любви, вот что нас сродняет, деятельная любовь, если бы кто-то стал спрашивать, а чем она помогла, я на каждом конкретно, все в моей памяти сохранилось, хотя особо трудных моментов и не было, но люди просто идут и помогают, в чем нужна нам сейчас помощь, от всех, мы начинаем медленно, но уверенно подготавливаться к поездке, почти все у нас для этого готово, усилить молитву, у нас нужна стоянка, это Калуга и Смоленская область, где-то здесь, это будет самая длительная поездка наша, последняя поездка в дальние зарубежья, мы думали всю на этот год сделать, на 14-й я имею ввиду, а нынче мы отщепнули немножко оттуда, дальнего зарубежья 9 стран ухватили, а так как мы берем 25 экземпляров, то есть на 25 библиотек, городов, то у нас не хватало, там много больше, а теперь у нас хватит, потому что это до Португалии, вся Скандинавия и Прибалтика, а остальное, если еще будет когда-то, то только внутри страны, там легче будет с шоферами и здесь, в дальние зарубежья без Николая Крущина ходу нету, просто нету, никого у нас нету, но Бог так располагает, и мы так молимся, усиленно, постоянно, что уже сердце открыто, брата, и помаленьку идет подготовка. Сегодня мне поступил запрос из Украины, готовы ли вы принять от нас какую-нибудь помощь, смысл такой, мы хотим поучаствовать в этом. Дальняя сторона, я примерно прикинул, сколько нам это нужно, 12 тысяч евро, мы должны их представить здесь, чтобы нам разрешили прийти, и примерно 350-400 тысяч рублями. Это та самая дорогосторища будет поездка, но она совершится. Почему? Слишком богат наш отец, к которому мы обращаемся. Я сказал, вот у нас сестра, она кассир, или как назвать тут, по финансовым делам, Людмила Степановна, до 1 мая желательно, чтобы вы откладывали, а к 1 мая привезли, кто, что в этом деле хочет поучаствовать. То есть не настаиваем, просто оповещаем. Не ты, другой Господь все равно даст. У меня такая уверенность, что не надо, я абсолютно спокоен. Но я дал объявление, что мы собираемся, и кое-откуда уже намеки есть. Внезапно один человек, который в прошлом году внезапно вышел и сразу помог, 150 тысяч выслал. Нынче он говорит, у меня знакомая в Калуге, я постараюсь проработать, живет в Калининграде. Так я выезжаю туда, это вообще, Калининград и Калуга, и он совершенно не член нашей общины, и только услышал, все, работает. Я еду в Калугу, разбирайтесь. Я написал, какое примерно должно быть помещение, ну, конечно, такого, как в шахтах, нам нигде не будет. Там аэродром. Но, однако, видите как, надо только молиться. У Бога очень много тружеников, о которых мы не знаем. Я предлагал патриархии, в Синоде выступлю, может быть, когда-то, чтобы у всех взяли доброе, назначили комиссию, отдельно работать по баптистам, отдельно по эгоистам, отдельно по писятикам, рассмотреть, что нам приемлемо, хорошее от них. Они так, плохой еретик. Мы сами друг друга сгрызаем православно, это нас никто не уничтожает. Но за всякое гонение, поношение, мы получим награду и должны быть благодарны Богу. Господи, это благоухание идет. Воевода Пашков целится в протопопа вакуума, два раза осечка. Он его поносит, он говорит, благодать в устах твоих воеводов. Я за все получу награду. Вот как надо рассуждать. Кто знает, какое событие было на прошлой неделе, которое к нам как будто не относится. Был один человек, кто знает, сразу руку скиньте, который желал блага народу. Его власти посадили. И он 27 лет просидел в тюрьме, не в лагере. И в этой неделе, 5 декабря, он умер. И мало того, выйдя оттуда, он стал лауреат Нобелевской премии, президентом страны. Кто? Давай, называй. Мандела. Нельсон Мандела. Да, как его звать? Нельсон. 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 А кто ему дал такое имя-то? Когда они приходят в первый класс, там у них порядок такой был. Мормоны, кажется, преподавали. Она давала ученикам, имена такие всем. Одному дает Вашингтон, другому Нельсон. И он с этим именем обошел в историю. И 96 лет прожил. Я выставил материал о нем в интернете. Да он к нам не относится. Относится. Цариста Савская к нам не относится, но она на суде будет стоять. И цариста Савская судит. Она от пределов севера пришла. Эти люди учились в христианской школе. А они бы никогда такими не были, если бы не учились. Я не говорю, какой веры, ничего вам не надо. Просто для знания, что есть люди, которые многое-многое, это не 7 дней, когда меня спрашивают, сколько надо времени быть в заключении, чтобы понять, что это такое. Я отвечаю, 3 дня, вот так вот хватит. Если ты заключенный, здесь где-то 2 одиночки, 3 дня тебе досыта хватит, чтобы уже склониться и сломиться. Ему предлагали не раз это. Только да, и обещали, что ты не будешь делать, что делал. Мне там обещание тоже предлагали сделать. Это знаковые фигуры в нашей жизни. У нас самый старый член нашей общины Валентина Павловна Канева. Сколько тебе лет? 87. Сколько лет? 88. Скоро будет ваше. 88. 88. 88. 88 год у нас в деревне Плотниково. Сарафима Гавриловна. Ну, почти идут в след. Конечно, сравнить не приходится. Она едва с Костыленом передвигает, а та по деревне везде и на мотоцикле еще ездит. Она живет в деревне. Она подвижная, сухонькая такая. Ну, это и другая была жизнь. Не в этом дело. Вот представьте, уровень людей какой. Ко мне там она приходит, приходит на дом, чтобы спросить, а что такое интернет? Чтобы я ей подробно разъяснил. На неделе это звонят. Вы никогда не догадались, какой вопрос Валентина Павловна задает. Поясни мне, что такое олимпийский огонь? Понимаете? Она маленько ошибочку сделала старобряческому священнику, Николе Думанову позвонила, а тот сказал, мне неприятно тебя слышать и больше не звонить. Я говорю, ты не звони. Но главное сам-то по себе вопрос. Я должен ей объяснить, сказать, чтобы огонь другой под нами не загорелся. Это чуждый огонь, с чуждым огнем приходили. И бегали с факелами, мы считаем, жития святых. Ничего, так же бегут, так же с факелами и прочее. Я выставил один материал про одного человека, у которого олимпийских медалей ни у кого столько в мире не было. Кажется, 27 раз олимпийский чемпион. У него вся грудь вот так вот орденами и до самого низу, до пола. Бывает, когда собака много заработает и вешает это дело. Но я не того, что собака, а просто показать, как этот человек сделал подвиг, которого никто до него не делал. Притом христианин. Кто его знает? Армянин. Никто не знает. Сойдите на мой форум, там выставлен материал. Фамилию не помню. Фамилию не помню, не назову. Но вытащил больше 10 человек. Он чемпион по подводному плаванию. В это время идет автобус. 100 человек в автобусе, железный автобус. И, видимо, человек один, ну тоже армянин, попросил остановиться, а он не остановился. И этот забыл про свою роль, и они схватились, горячая кровь южная. И автобус 100 человек свалился, 10 метров глубины. Ни один человек в мире бы этого не сделал. Полная, абсолютная темнота. Дело перед зимой, поеханному даже. Какая температура мороза, там больше 20 минут нельзя. Он туда нырнул, 10 метров, под что такое-то вообще. Разбил стекло и начал по одному вытаскивать. 20 человек спас. Последнее, что он вытащил на поверхность, оказалось сиденье, подушка. Он не знал, что это. Как у Бога все соразмеренно. Именно этот чемпион, именно на том месте, именно в этот момент упадет. Сколько людей обязаны ему жизнью, а мы даже не знаем. Вот посмотрите. И я выставил о нем ролики, все, посмотрите, кто может. Чтобы мы не стонали. И после этого, какие у него спайки начались легкие, как он болел, сколько. То, что считаешь, без слез считать нельзя. Это наши современники. И он сейчас еще живой. Поэтому никогда не станете, знаете, есть другие настоящие герои, не мы. А мы-то что, едем в машине, обеспеченные всем, все у нас есть. Так-то можно жить. Инна, скажите. А вы найдете? Найдете. Маленько, подрудитесь. Откройте там, первые несколько найдете, зарядите в Google. А у некоторых-то нету компьютера. компьютера-то не у всех. Инна, Игорь Михайлович, компьютер-то не у всех есть. Так, я выставил один материал. Выставил, найдете, зайдете. Про священника. Кто слышал Сергий Желудков? Он очень популярный был. И о чем вот сегодня батюшка говорил? Я выставил о нем материалы и выставил его, у него не книги, тогда не разрешали, он по санкции КГБ был отстранен, ему не давали служить. Но у него такой оригинальный ум, он как будто бы все видел, он разбирает богослужения. Меня не раз говорили, вы разобрали жития. А могли бы богослужения разобрать, вот так же показать, сравнение с Библией-то? Он это делает, не говоря, что сравнение с Библией, но показывает, в каком году сегодня это есть, это совсем не так, вот это ценно, вот это органа у нас нет. Он когда, где был музыка? Отец Сергий Желудков. Очень популярный. Это у этого человека столько знаний было. И он первый раз вот в виде человека, у него у этого человека нет друзей. И в это время приезжает Красноплевитин, церковный историк. Шесть сроков отсидел в сталинских лагерях. И с тем человеком мы только встретились, я глянул на них, я понял, это друзья. И так и было, они сразу встретились. Знание души человека, распознавание духом. С кем-то познакомьтесь, у кого есть возможность выйти на наш форум. Это все уже на форуме стоит. Громаднейший материал, вы не оторветесь. И опять же, читая, помолитесь о нем, вы скажете, Господи, а я-то кто такой? С чем я и влюсь? Многие бегут на стадионе, говорит, на листовище, но один получает награду. Я говорю сегодня вам о важном, чтобы мы не были сонными, чтобы мы стремились быть первыми. Многие бегут, но один получает награду. Я сказал о долгожителях. В некотором плане, или сказать, видим, мы тоже являемся все долгожителями. Всеобщие на русско-православной зарубежной церкви пошли по разным юрисдикциям или в патриархии. Мы остались одни. Пережили своих епископов, всех, которые нам были даны и остались. Хотя нас за это дело преследовали, что мы имеем общение с московской патриархией. Мы говорили, что у нас день общины намещается после 19-го. После 1-го января мы конкретно уже будем говорить. Я напишу пригласительную, батюшка проверит ее и пригласить сюда епископа сегодняшнего Иванникова от Сергия и священников, кто сможет. Как договорились, видимо, часов на 10 в субботу, чтобы они были свободны. Я вам подскажу программу, как образовать общину. И весь курс занимает полчаса. Через полчаса вы уже настоящие катехизаторы будете, настоящие организаторы, настоящие лидеры. Ровно полчаса все занятие. Вы для себя только услышали, я даю вам паузу, подумать, какое ты участие можешь в этом принять. Игнатинусе. 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 Я не знаю, может она по-другому называется. И аргументы, факты, по-моему, алтайская. Сережа, правильно я понял? Да. Да? И вот вышел материал, фотографии нашего драгоценного брата Сергея Павловича. Послушайте, брат, прочитай. Материал, как будто бы здесь не касается того, что мы делаем, но оно касается. Потому что его собака с нами везде ездила. Начнем вот отсюда. Потерпите. Гость номера. Что неизменно вызывает горячие споры в обществе? Отношения людей и собак. Одним кажется, что собакам в городе не место, что они представляют угрозу для людей, особенно детей. Другие настаивают, что собаки в среднем лучше людей, честны, ответственны, верны хозяину. Погромче еще. Один из самых авторитетных специалистов в области собаководства в Алтайском крае Сергей Пупков. Инструктор, преподаватель школы спортивной дрессировки собак Хромяев. Ставший в этом году чемпионом России по кинологическому спорту в современном двоеборье. Со своим питомцем, немецкой овчаркой Ураганом, он стал лучше в стране и по общему курсу дрессировки, и по защитно-карнаульному службе. По его мнению, в обществе нужно повышать культуру взаимодействия людей и собак. Почему чудят? Сергей Павлович, откуда интерес к собакам? Работа, ответ. работал в охране. Напарник рассказал историю, как он один с собакой задержал восемь человек. Понял, что работать с собакой эффективнее и безопаснее, чем без нее. Тем более, что мой напарник занимался частной дрессировкой и обещал помочь подготовкой пса. По его рекомендации взял годовалого ротвейлера, которого отдавали в добрые руки. Собака покусала детей, и жена хозяина поставила ультиматум либо семья, либо собака. Подчеркну дальше. Интересно, что когда забирали, было видно, что собака хорошая, прохожих облаивает, но вот хозяина не слушается. Воспитанию собак надо учить. Мы ее забрали, воспитали, и потом дети на ней верхом ездили. Пес даже не рыкнул. В деревне по команде фу, он выплюнул пойманную им курицу. Порода казалась ни при чем. Все дело в дрессировке. Конечно, в семье не без урода, и в любой породе могут встречаться собаки с патологией. К сожалению, в последнее время собаки с патологией продаются вот в чем беда. Формально она имеет все необходимые документы, но начинает чудить, проявляя агрессию. Со следующим трехлетним Старфоршером Молли впервые вышел на выставку, титул не дали, собака, хотя собака была одна в своем классе и, пожалуй, единственная собака, которая выставлялась без поводка. Решил больше с выставками не связываться, а готовиться к соревнованиям, где собаки соревнуются не по красоте, а по интеллекту и способности защитить хозяина. Когда я взял немецкую овчарку, это была тайга, с ней вошел в двадцатку лучших дрессировщиков в России и стал чемпионом Сибири по общему курсу дрессировки. Сейчас у меня немецкая овчарка Ураган, с которым я выполнил норматив мастера спорта России, став чемпионом России по современному двоеборью. Правильный щенок. Какие породы собак сейчас наиболее популярны? Сейчас заниматься спортивной дрессировкой вот где от собаки требуется крепкая и молниеносная хватка. То две самые популярные не на сегодня породы это немецкая и бельгийская овчарки. Но работать с бельгийской овчаркой я пока не готов. Есть высказывания немецкая овчарка это автомат Калашникова, а бельгийская снайперская винтовка. То есть эффективность бельгийца может быть высокой, но требуется деликатное обращение при дрессировке собак этой породы. А так в целом сейчас в обществе модно нахаски и акита, которые хорошо себя показывают в гонках, на лыжах и упряжках. Вопрос Как выбирают правильного щенка? Ответ Щенка всегда выбирают по заданным требованиям. Нужно смотреть родителей щенка и родителей его родителей. Для выбора нужного щенка применяются разные методики. Кто-то роняет ключи и смотрит реакцию щенков, кто-то ставит пищу, кладет щенка на табуретку. Главное определить, какие вещи щенку интересны, игра, и тогда его можно тренировать через игру. Или еда, тогда хорошо пищевое поощрение. Но брать супер доминантного щенка, который является главарем щенячьей банды для спорта, не стоит. Он будет пытаться быть лидером в паре с дрессировщиком. Нужно выбирать щенка шустрого, быстрого, сообразительного. Желательно, чтобы он был и игровик, и пищевик. Выбор щенка лучше делать вместе с инструктором по дрессировке. А то не приводит иногда на дрессировку щенков сродословной, которые играть не любят и лакомства не хотят, жмутся к дивану. Остается только механический способ дрессировки, который зачастую угнетает собаку. Вопрос. Механический метод эффективен в ответ. Кто-то из великих дрессировщиков подсчитал, что достаточно 600 механических повторений, чтобы рефлекс стал более-менее устойчивым. А на колбаски, что сейчас любят, нужно 6000 повторений. Но сегодня модные дрессировщики пропагандируют бесконфликтный метод дрессировки. Они считают, что собаку нельзя заставлять, она должна все делать сама. А этот метод работает только в комнате, откуда собака не может сбежать, где нет серьезных отвлекающих факторов. Впрочем, у таких дрессировщиков есть развитие своего метода. Гламурный электрошейник. Не слушается, нажал кнопку и собаку разрядом ударило. Собака как ребенок. Вопрос. Собаки понимают наказание? Ответ. Воспитание собак и воспитание детей очень похоже. Если те и другие понимают, за что их наказывают, и это наказание нечрезмерно, обид нет. Но сейчас и воспитание детей модный подход, что наказывать оказывается ни в коем случае нельзя. Вот уже на протяжении восьми лет я являюсь волонтером детского православного лагеря Станов, деревня Потеряевка Мамонтовского района, учу детей общаться с собаками. Так вот, у нас родители подписывают согласие, что ребенка за проступки могут наказать. Если ребенок знает, что его не накажут, в любом случае он будет чудить. Так и собака. Разбалованная собака может броситься на хозяина. Собаке нужна иерархия, ей нужен лидер. И собаке тяжело выполнять самой роль лидера, ведь люди такие непослушные. И она очень рада, когда у нее наконец появляется вожар. Сейчас эту основу пытаются извратить. Собака, друг и все тут. А собака прежде всего подчиненный, а друзей лучше среди людей заводить. А как сделать так, чтобы собаки не кусали людей? Ответ. Иметь площадки для выгула, где можно сделать гуманные ловушки для беспризорных собак с самозаклопывающейся клеткой и приманкой. Бездомные собаку надо отлавливать, находить им добрые руки. А если собака больная, калеченная, старая, усыплять гуманным способом. Другое дело, что бродячая собака это бывшая домашняя. Если сдавел собаку, ты в ответе за нее, если она кого-то покусает. Константин Ермолин. Фотография. Я пошлю, посмотрите, это не выдумка. Видите, как наши известные где. Так, если вопросов никаких нет, поблагодарим Бога и оставайтесь на занятиях. Достойно есть от кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, без истрения Бога Слава Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за великие милости, оказанные нам и в этот воскресный день. Если в чем погрешили, прости нас. Научи нас видеть тех, кому тяжелее, труднее, чтобы никто из нас не возраптал на тот крест, который Ты даровал им. Что из того, что мы говорили, полезно Тебе? Ты устрой, найди помощников. А что не от Тебя? Ты поставь преграды, чтобы никогда не случилось. Пошли, добрые жители вселения наше, приготовь нам место, Господи, где мы должны сделать остановку. За все Тебе Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, кому такие журналы нужны? Книга жизни. Для ребятейшек кому? У меня положено столе, вот возьмите, да, классно. Добавля. Очень хорошее. Добавля. Спасибо. Спасибо. Добавля.